Три человека погибли при пожарах в этом году, в их числе один ребенок. Таких трагедий не было на памяти ветеранов пожарной охраны уже много лет. Напомним, возгорание произошло утром 16 мая в дачном доме в Союзе. После того, как пожар был потушен, сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших. 63-летняя женщина и ее 4-летний внук не смогли выбраться из огня. В настоящий момент проводится пожарно-техническая экспертиза. Она не проведена, но предполагаемая причина – это нарушение устройства электрооборудования. Возможно, один из аварийных режимов работы электросети. Чаще всего пожар происходит в многоквартирных домах, реже на дачных участках. Большинство возгораний случаются из-за непотушенного окурка, неисправной проводки или неосторожного обращения с огнем. Один пожар в этом году произошел из-за удара молнии и сгорел гараж. Но если разгулы стихии мы предотвратить не в состоянии, то соблюдать элементарные правила пожарной безопасности дома или на даче под силу каждому. Не разводить костры на дачных участках, не сжигать мусор. На квартирных домах, на частных домовладениях следить за состоянием электропроводки, не оставлять пищу на плите и не уходить из дома в этот момент. Если загорелась проводка, ни в коем случае не тушите ее водой. Нужно постараться отключить электричество в квартире, накрыть очаг возгорания плотной тканью или одеялом, выйти из дома. Также МЧС напоминает, что на территории Сарова введен особый противопожарный режим. Запрещено посещать леса. Шашлыки и барбекю можно готовить только на стационарных мангалах. На монолите, так сказать. И, во-вторых, нужно обезопасить место. Это ведро воды, как минимум. Лопата, например. Огнетушитель, если имеются. И нахождение от построек, от хозяйственных построек, если это на садовых участках, тоже должно быть регламентировано. За разжигание костров, установку мангалов в неположенных местах предусмотрены штрафы от 4 тысяч рублей. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.